Друзья, поедем обстановку сменим немножко. Доело мне уже тут стоять на этом паркинге. 45 часов отстоял. Так ничего мы и не выстояли. Сегодня вот четверг. Никто нам так и не дал команды сегодня ехать на загрузку. Мы решили туда поехать сами. Не столько с надеждой, что сегодня загрузят, вернее, надеждой, что сегодня загрузят вообще никакой. Столько времени стояло, стекло не помыл, да? На следующий пункт, вернее, идти на правую. Вот. Просто переедем туда, зайдем к ним. Время 4 часа дня. Так никто, ничего. Наши надежды... В общем-то, так оно и предполагалось. Можно было спокойно идти купаться в Монте-Карло, делать что хочешь. О, смотрите, как напротив все стоит. Вообще все стоит. На, духа. Поэтому решили вот проехать к загрузке. Все равно нам потом еще выходные стоять. Так что ничего страшного. Съезжаем. Сразу же. Причем? Съезжаем. Съезжаем. Поедем туда. Место сменим. Мне ехать 47 километров. Здесь националками какими, как куда-то туда. Заодно аккумуляторы подзарядим. Кабину охладим. Обстановку поменяем. А там где-нибудь, и посмотрели, там промзона большая. Плюс, вроде бы, там шепкает, рядом километрия какая-то. Заправочка небольшая есть. Так с ресторанчиком. С небольшой парковочкой. Может туда. Короче, приедем на место, там разберемся. На автобане уже малость надоело. Печевать. Чуть-чуть оплатим дороги. К нам, к нам. Чуть-чуть оплатить. К нам. Чек давай, аривидерчик. Аривидерчик. Сначала чек дай, а потом говори о Реведерке. 3,90. Готовьтесь через 800 метров повернуть направо на дороге с круговым движением. Тут все местные окраины я уже облазил. Уже неинтересно. Там что-нибудь новенькое. Может какую-нибудь каналу найдем? Тоже было бы неплохо окунуться. Ой, смотрите, все стоит. Парни, мое вам. Соболезнование, терпение вам. Стоять вам здесь еще. Там все на автобане стоит. И вам здесь стоять еще долго и упорно. Мне куда, мне направо. Все полностью перекрыли, все перегородили. В сторону Болонии, только по националке. Тоже сейчас националкой-то, хотя она очень широкая весь. С, класса С дорога. Бесплатная, но, видно, широкая. Проедите 5,3 километра. Все стоит, все стоит. Что-то там, наверное, авария какая-то. Это что? Ехайте уже. Решили итальянцы не ехать толкаться. Вот. Короче, наш план не удался. Мы так все-таки лелеяли, надеялись и верили, что нас загрузят. Фишка в чем? Австрийского дозвола у нас нет. Назад мы пойдем с Италии поездом. Поезд-то у нас заказан на субботу. Но можно один раз бесплатно перенести, перебронировать, если есть места. Но на 14.20. Сколько он там идет, этот поезд? Я ни разу поездом не ездил, так что это тоже все для нас будет ново. Будем все изучать вместе по ходу. Вот. Поэтому... Что поэтому? А, ну сколько он там? Вроде часа четыре идет. А мы выгружаемся с поезда в Австрию. То есть 20 километров до немецкой границы. Это уже будет суббота часов 7 вечера. А Австрия уже закрыта с этого времени до грузовиков. Можно там эти 20 километров до Германии доехать нельзя. Чтобы еще в субботу по Германии до ночи поработать. В любом случае придется там потом стоять сутки в воскресенье. Либо мы будем это делать в Австрии, либо мы еще километров 300 хотя бы пробежим. Короче, ладно. Не будем забивать себе голову. Ненужными вещами, ненужными вопросами. Поехали, разведаем, где наша погрузка. Поздороваемся с итальянцами. Спросим, насколько нам утром быть. Ну, в общем, немножко развеемся. А то уже кабинет в кабинет. Туда-сюда, туда-сюда. Ходишь по этой заправке. Я там уже примелькал совсем. Особенно за этим столиком. Они уже со мной здороваются. Ходят уже все. Работники. Два дня там сидел, да? Да. Что он сидит в этом голову, пялиться? Там одна картинка зависла. Кино заливается и все. Больше ничего не меняется. Не, кончилась у меня широкая. Пришлось вот свернуть сюда вот какая-то СС-12. И вот пошло вот такое вот Пуска. Короче, итальянское провинция. Провинция. Покатило. А чтоб не пришлось потом обратно на автобан возвращаться в поиск парковки. Да не, я думаю, там что-нибудь Что-нибудь мы там придумаем. А держим мы путь на Верону. Только тут вот. Местными дорожками. Второй съезд. Проедение 16 километров. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова и приховой сейчас только что заправочку проехал, там смотрю такая парковочка есть и шеф подсказал если что если здесь возле фирмы еще человеческого мы не найдем ну то есть место будет такое микс гуд то вернемся сюда 3,5 км получается хотя можно было и сразу останавливаться, человек фирме еду время без 5,5 50 2 минуты заняло вот это маршрут в эти 50 км националки что тут деревни поселки полтинник везде надо ехать сейчас посмотрим если возле фирмы есть место так что мы возле фирмы и станем чтобы завтра утром как только дадут отмашку и мы сразу же вот мы красавцы уже готовы как узкая здесь готовьтесь к правому повороту через 800 метров ага вот когда промзона начинается у нас фирма как-то на F название нам еще нужно съехать отсюда вправо и тут и слева у меня смотрю парковки есть так что Да, тут с зеркалами надо аккуратненько. На следующем повороте поверните направо. Вот здесь нам направо. На следующем повороте поверните направо. Готовьтесь к правому повороту через 200 метров. Походу с канавой здесь ничего не получится. Я не вижу никаких канав. На следующем повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Да, давай повернем. Используйте второй поворот налево. Вот, наверное, так, как название-то. Флиттых какой-то. СРПЛ. На следующем повороте поверните налево. А, мы еще не доехали. Ага. Ну, если что, прямо... А вот, флиттых налево на указатель. А, так мы вот здесь прямо и возле них и... И останемся тут. Вот я смотрю место. Мерина, не мерина. Вы прибудете в конечный пункт через 180. Не будем мы никуда ездить. Кушать у нас есть что. Достанем бомб в пакет. Заварим. Ну, судя по всему, вот он слева, этот флиттых. Вон уже кто-то стоит. Кто этот? Кто-то. Этот кто-то у нас хорват. Пойдем пробежим. В общем, ничего хорошего. Ну, сегодня-то понятно, однозначно, что ничего. Вот, ходил я вот туда, вот, там офис. Вышел он тут. Кувак там один. Ну, из всех моих познаний английского языка я понял только одно, что загруз не проплачен. Если придут сегодня или утром деньги, мы его загрузим. Если денег не будет, то I'm sorry. Там, слышите, он что-то звенит. Шумит что-то. Я, наверное, вот сюда вот перееду. Я вот посмотрел. Не поеду я на эту стояночку. Мало ли что, когда тут что придут эти деньги. Лучше быть здесь прямо чуть что придут, позовут. Вот сейчас вот сюда вот задом затолкаю. И вот тут вот так вот встану. И все, и будем стоять. Потому что там, вон, слышите, какой-то, ну, что-то там у них шумит. Что у них шумит там, непонятно. О, хорват. Блондин кучерявый. Алла Пухачева. Ха-ха-ха. Хм-м. Хм-м. О, что-то шумит у них вот это производство. А там все-таки потише. Еще один хорват выехал. Ну да. Наверное, это сейчас поедет грузиться. А мы сейчас вот туда затолкаем. Затолкаем. Ну и пока до завтра. Завтра уже будем смотреть. Завтра пятница. Чтобы нам здесь не пришлось еще и на выходные подвиснуть. Ну вот, примерно как-то так. Надеюсь, что мы здесь до завтра. А не до понедельника. Что все-таки... Ну, я уже информацию передал. Уже информацию передали экспедитору. Что, как этот чувак мне сказал. Деньги. Утром деньги, вечером... Утром деньги, в обед стулья. В обед деньги, вечером стулья. Вечером деньги, в понедельник стулья. Ну что, будем стоять. Что делать? Уезжать туда не хочу. Почему? Ну, мало ли, когда тут что у них этот придет там... Это оплата. Они же видели. Я у них спросил, тут можно стоять? Говорят, да. Если что, может, даже придут, позовут. Или скажут там, мало ли, там, идите. Подают команду под загрузку. Так раз, подошел. А то едется оттуда, а потом нет. Короче. Уже стоим тут. И... И что, и ждем. Никому не мешаем. Будем дышать свежий воздух. А то там что-то какой-то ванизм пошел на заправке. Не при столом. Не за столом будет сказано. Но там как будто что-то какой-то вот... Со свалки какой-то. Ветер поменялся. Все. Ждем пока завтра. Надеюсь, что... Этим все и ограничится. В Италии, я смотрю. Типа казино не запрещены. Вон, пожалуйста. Джек-пот. Написано, да? Мы на очередную прогулку. Ой-ой-ой. Смотри, что от буса осталось. Вернее, от него уже ничего не осталось. Маленькая вон тоже вся расколошь махнет. Тоже... А это что? Тоже умудряется колотить эти машины. И палить, и колотить. Это шрот тут какой-то. Сервис, наверное. Пойдем. В очередное сельпо сходим. Кстати, наверное, вот оно, да? Нет, это... Это, по-моему, не продуктовый. Это, по-моему... Надо пойти посмотреть. Это, по-моему, вот такой. Всякие... Хозяйственный. Да, я уже отсюда вижу, что хозяйственный. Пойдем чуть дальше мне. Лариса Ивановна сказала, что где-то подальше должен быть наш продуктовый. Да, Лариса Ивановна не соврала. Вон он впереди. Евроспин называется. А у нас вон какие-то тучки, видите, подвигаются. Слегка парит. Может, дождик пойдет. Все там хорошо стоять. Вот сейчас вот я стоял. Блин, ну мух. Я вообще не знаю, что с ними делать. Каждые 15 минут гонял. Я там полчаса стоял, ты размуганил. Может, как стемнеет, они, конечно, пропадут, когда спать. Тоже спать пойдут? Да еще-то их там очень много. Ну, поле рядом. Ну, что, шмар. А ох, ну-то. Двери-то разявлены. Все раскрыто. Не одно, так другое. Хотя, хотелось сказать по-другому. Ладно. Разберемся мы. И с мухами тоже. Пойдем вот. В этот Евроспин сходим. У тебя можно пойти дальше прогуляться? В городок в этот. Сейчас посмотрим. Мне просто там товарищ заказ сделал. Хамон, говорит, мне купи. Я ж не в Испании, я в Италии. Все равно купи, говорит, мне хамон. И все. Я ему туляшку предлагал. Которую вчера. Мне, говорит, это много. Я говорю, чего? Давай бабло перекидывай. Сейчас тебе возьму. Нет, ты мне поменьше посмотри. Ну, пойдемте, я ему посмотрю. А потом, может, дальше пойдем. Пройдемся еще. А может, не пойдем. Вот. Нам нужно ему сейчас помидорок взять, огурчиков. Салатика заделать. Домашний салатик закончился уже. Сегодня салатик надо сделать. Убойный и булочек. Вот. Прямо вот эту вот упаковку большую возьму, наверное. Пошлите сначала ему хамон поищем. Потом пойдем погуляем. А на обратном пути зайдем. У нас еще больше часа есть времени. До восьми работает. Вы видите, хамон я не вижу. Может, тут его и нет. Так, вот мясо. Здесь свежее. Это не то. Это тоже все не то. Вон, пицца, пожалуйста. Готовая. Только разогревай. Может, пиццу взять себе? У меня пиццу скушенцовка. Это пицца. 3 евро. А где ее греть буду? Была бы свечая печка. Вот они. Вот они. Ну, не то, что хамон. Ну, вот такое вот мясо. Получается, вот это полтора килограмма 12 евро. Вот он просил такого ему взять. Сейчас мы ему фото сбросим. Если скажет да, набрать не путься, я ему тут возьму. Так, получается, 8,29 за килограмм. Фига себе, я пропарковался. Шкуры змеиные. Ё-моё, тут змей оказывается. О-оу. А я что? Если человек идиот, то это надолго, правильно? Я ж маску забыл. Я уже в магазин зашел внутрь. Все, ну вы же сами видели. Стою тут хамон, рассматриваю. Сеньор! Я чего? Показывает. Маска где? Я хороу, момент. Вот вернулся назад. Сейчас заберу маску, пойду опять. Так что, извиняйте, поход дальше в город откладывается. Надеюсь, что мы уедем. Если зависим на выходные, то туда сходим. Но сегодня я уже дальше не пойду. Сейчас обратно в магазин, потом опять сюда. О-о-о! Это уже перебор даже для меня. Нет слов. Одни мысли. Одни мысли. Одни мысли. Одни мысли. Одни мысли. Продолжение следует...